Некоторые товарищи еще интересуются динамитом, мы это удобряем, но он еще живой, но жить будет недолго. Как вы знаете, его братишка, значит, тренебший корыш, скончался на прошлой неделе. Ну, вчера ему делал операцию, значит, глаз опустошили, то все, ухи промыли. Ну, все равно сдает парень, значит, очень сильно. Так, дурить нашел брата, дурить, если, пацаны, у вас есть 600 баксов лишних американских, идете к Илоне маске, он вам высылает вот такую тарелочку на такой ножичке и вот такой вот раутер. И впекается в резетку, почему? Потому что по кабелю, поэтому идет, значит, это самое, ток, значит, и типа обогревает зимой, если снег упадет на тарелочку, а тарелочка всегда плоско так смотрит, вот так это лицом наверх туда с Аллахом разговаривает. Ну, из космоса, космические излучения та сшит. А Кобель, сейчас начнете пытать, який длинный, 65 или 75 фит. А хочешь больше, иди и покупай. У них есть онлайн-магазинчик. Ну, короче, Лохотрон, как для фотографов, был в советской власти, знаете. Хочешь сделать друга нищим, подари ему фотоаппарат, чтобы он потом бегал, покупал фотобумаги, глинцеватели, закрепители, проявители, блин, фиксажи, хирожи, блин, всякие фотобачки и красные фонари. Ну, ладно, значит, вот это все есть, теперь думу, думать будем. Что это, что, бляха-муха, это, ну, бля, это надо, это, блин, ну, короче, дырки сверлить и кобеля-то сшить. И это раутер, короче, на нем ни одной лампочки. Он такой самый загадочный, значит, инструмент кутуристический. Лампочка есть беленький, но он где-то внизу, там глазочек маханький. Маханький, ну, как-то вот так. Ну, пожелайте нам, значит, удачи, чтобы быстрее Аллах снег убрал, и мы поставим эту всю херню на улице, и будем смотреть, что получится. Хлопчики, я вот сейчас воюю с этими кобелями всякими. Вот, видишь, тут это бардак вообще в доме обломских. И это самое, прежде чем я поимею их всех, блин, это, ну, и буду иметь секс и с ихними этими, и со всей ихней роднёй, и всеми на свете, мне нужен маленький передышка, перекур. И поэтому я включил камеру, и я хочу поделиться с вам без всяких шуточек одной серьёзной вещью, ну, вот, мыслью. Мы пытаемся врать друг другу, что это, какие мы хорошие. На самом деле, я считаю, нас никогда не учили хорошему, доброму. Пытались учить правильному, но это правильное было такое уродливое, по советским понятиям оно было правильное. Ну, ну, и в этом никого нельзя обвинять. Потому что наши родители, задроченные с советской жизнью, у них это в лучшем случае хватало, там, ну, сил и понимания на то спросить, сделал ли ты уроки, слушайся учителей, там, и не нарушай, и то всё, блин. И поднимай ручку, прежде чем ответить, и как её под стойки смирные, отдавай там фюреру все эти чести, почести. Ну, и, ну, просто не было возможности. И сейчас этого тоже, конечно, в Мазарашии помимо нет, в помине, но я думаю, что, блин, как ударение ставить, нахер, в Укропии, короче, блин. Блин, сука, будете наезжать насчёт ударения, буду вот так называть, блин, в Хохляндии буду говорить, нахер. Ну, чё, ну, в Украине или в Украине, ну, какая нахер разница, ну, понятно же, какая страна, блин. Короче, если нет, этим ребятам на их долю выпало большее счастье, я считаю, потому что они ближе к Западу, они могут видеть, как ведут себя нормальные люди, что не то, что собак нельзя там пинать или чего, вообще нужно быть человеком, человеком, ну, и тоже, конечно, мучительно и тяжело бы вот от всего этого советского не отрываться, но у них есть преимущество. И что, к чему я подвожу свою мысль, ребята, вот, конечно, такой мощный такой, знаешь, это знаменальный, знаешь, знаешь, это... Ещё можно учиться, сравнивая. И я думаю, глядя на подонков, на мерзавцев, на этих, на этот полный отстой, на, как они их справедливо называют, орков, они сами могут стать лучше. Перед ними сейчас большая ответственность просто показать миру, что они люди, что они люди, нормальные люди, достойные жить в европейских государствах. Пусть не самые прогрессивные, но не будем об этом. Но в любом случае, у них есть пример, у них есть и кому подражать, и есть пример, на кого ни в коем случае никогда не быть похожими. И вот это тот плюс, который можно извлечь из последних страшных событий. Пацаны, вот меня ругаете все эти, блин, не все аватники, что ты его не те новости слушаешь, не те новости читаешь, ну, не те новости сосёшь и пьёшь. Ну, это, блин, ну, других-то немае, блин. И вот пишут, что это самое, у Пыни, значит, дочерей тоже там, типа, приравняли к этим каллигархам и всем этим врагам народа, короче. И Пыни очень обиделся, блин. Ну, як так можно? Ну, усе, пацаны могут, значит, на тёщу записывать усе, а ему нельзя прямо вот бабло туда, блин. Ну, блин, и вот эти его бабаюшки, бабаю, это самое, Ева Браун, и тут ещё, блин, это и теперь Адонин их дочерей тоже приплели. Ну, зачем? Они же не начинали войну, они же хорошие. Ну, такие бессовестные, блин. Спецоперации человек проводит, а они всю его семью теперь наказывают. А ещё до технички доберутся, яхту заберут. Куда? Опять во Владивосток гнать, что ли? Далеко, блин, горучку никто не даёт. А во Владивостоке зацелуют, блин, все радостные жители. Одни проблемы. Докладаю, докладаю, товарищи майоры. Короче, на Руси, блин, только гречка и ютуб. И вот приходят упыры и меня рухают. Я ничего не знаю, ничего не понимаю. Надо хохлов мочить, оказывается. А я херак и в бан, и в бан. А когда в бан посылают, что надо пойти и на их профиль кликнуть вначале, прежде чем забанить. Контингент, пацаны, блин, кино снимать можно. Ну, у всех ники, конечно, они ссат, блин, это имя и фамилию опубликовывают, да, как настоящие фашики. Чего они смотрят, капитально. Мне армию напомнили. У нас в армии были румыны такие, ходили. Муфца, муфца, надо сахар, куша, муфца была, муфца, чтобы тына была. Ну, любили они, блин, убивать, ну, ходить, а бабло. И у этого киношка широкие плечи за 14 дней. Мозги, сука, мозги, блядь, извините за это самое. За 14 месяцев ты мог бы так выправить, что, блин, в нормальной стране я мог бы жить, дебилы грёбаные. Тарш майор, решить доложить новости есть хорошие и не очень хорошие. Хорошие новости, это значит, вот это, знаешь, помнишь, херня, вот это купили, который, это, сидюк драйвер, короче, этот драйв, это вытаскивается, блин, а туда пихается другой, куда можно этот, вот такой вот, этот самый, вот эту хернюшку запихать, вот такую, да, это. Ага. И, короче, так сделал, и холодильник вложил, и знаешь, чё, всё получился, прямо, всё отлично получился, все данные скопировал, это хорошая новость. Плохой новость, что на том драйве уже, оказывается, почти нихера данных не было, только половина. Почему? Потому что я его когда-то пытался спасти, я там это удалял, файлики, ну, там были все, все, помнишь, когда ещё маленький был, и камеры везде ставил, и медведей там это, сфотографировал, всё, всё. Там было вот такое, а нафиг это всё, правильно? Так, товарищ майор, докладываем, значит, по порядочке, всё как положено, смотри, старлинком ды, красивый такой, коробочка, буржуй тупой, короче, лампочки вообще нигде нет, вообще ни одной, даже не знаешь, работает или нет, только если поднимешь, снизу, видишь, беленькая лампочка светится, вот, вот это значит, работает, тёплый такой немножко, тарелка, короче, стоит на улице, потом покажем. Так, что ещё тебе показать? Сейчас, 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 сейчас придумаем, сейчас, сейчас, короче, этот поставили, дырки, стенки делали, улицы таскали, проволока там, привязали, тарелка поставили, потом поехали, поехали, старая херня, всё отключу. Сейчас покажу, вообще, офигеешь, это, короче, пацаны, это, как завязьте, это постоянно мне говорят, давай, тетя Оля снимай, как он кушает, вар, вкусные вещи, всё, сейчас, ага, себе купите, тётю Олю, и потом снимайте, нифига не получите. Царский кровать, где я сплю, видели? Так, смотри, короче, что замутил, смотри, вот этот экстендер поставил, видишь, когда он голубой, он счастливый, когда он розовый, ему не очень хорошо, связь слабая, надо было посерёдке где-нибудь там поставить. Короче, он берёт сигнал, вот тот этот, Wi-Fi, и раз это самое, усиливает его, и сюда таскает, и отседывает, видишь, по трём этим самым антеннам распихивает во все стороны. Короче, пацаны, пошёл на сортир, блин, там, на улице, на улице, вот это, далеко в лесу, Google работает, понимаешь, могу вот сидеть и искать что-нибудь. А это самое, YouTube не открылся, и в чате тоже не пошли миссаги, но зато перебежал вот в тот контейнер, туда на кровать сел и чатал с детьми, и всё работает отлично, тюдым-сидым. Так что вся эта технология, все это, всё, всё работает здесь красиво, и все камеры теперь работают. Ещё один камера, знаешь, что я сделал? Камеру вон там далеко-далеко поставил, так придёл, вон там, 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 под крышей, вон там, там где-то, вот видишь, там лампочки две штуки, да? А где-то там рядышком сопрятал камеру, и он смотрит, короче, на весь двор. И камера такой мощный, исключительно мощный. Ну, маленький, дешёвый, но картины красиво пока. Сначала мне не очень понравилось, ну, потому что как GoPro, там, какое-то там, сферическое такое изображение. А потом хера, когда стемнело ночером, прямо как днём всё видать. Ну, вот так вот как-то. Ну, экстендером, ды, пацаны, ой, вещь. А знаешь, что, буржуи придумали хитрые? Короче, к этому не можешь вообще прикопаться, не можешь вот такой простой кабель взять обычный, знаешь, Ethernet, короче, как вот к этим, видишь, вот тут вписываешь в гнёзда, вот где-где-где, вот тут, видишь, всякие эти кабели. А сюда ничего не можешь, на специальную хреновину покупать, хреновину 50 баксов, блин, а с пересылкой, потому что телушки-полушки там, то-сё, блин, за морем. Короче, ещё дороже, а главное, нету их, нету, клепают, сидят китайцы, блин. Ну, когда сделают, хрен знает, месяц ждать или два. Когда придёт вот этот свитч ещё при собачем, а к этому свитчу потом компики подключим, и вообще скоростя у нас будут охеренные. Так, а это вот эта камера, которая смотрит во двор, смотри, всё показывает, снег показывает, земля показывает, здание показывает. А знаешь, что ещё, пацаны, вообще охренеете? Смотри, вот это звук, ключ, он, короче, звук записывает. Если там кто-то стоит, харкается или матерится на тебя, ты всё слышишь, да? А вот это матюгальный ключ, ты на него материться можешь? Это то, о чём мечтали большевики. Вот это, видишь, вот это в уголке светится? Вот это вот, сейчас покажу, вот это тут. Это заправочка уже видно, вот так. Ну, и какая падла здесь курит, я сразу матюгальный ключа и кричу на него, ты чё, козёл, блин? Ну-ка, проглотил сигареты и вздрыснул отсюда. Ну, как-то так. И фотки делает, блин. Ой, блин, сейчас ещё что-то покажу, смотри. Ой, звук, наверное, нету, надо добавлять, блин. Короче, он здесь не кричит, а там это, сирена, сирена, блин, вот. Когда видишь, что тебя грабят, блин, короче, последние доллары вывозят, блин. Раз это и включаешь сирену. Ой, смотри, голуби мои, видишь, какой красивый белый ход, видишь? Птица северная ты мой, красивый. Ой, бааа, смотри, видишь, гуляет, ой, что-то замирает, блин, это изображение. Смотри, секунду, ой, помирает, ой, что-то не то, пацаны, сглазил, короче. Да, ну, блин, с вами свяжешься, конечно, блин, всё. Когда с вами свяжешься, вообще ничего не работает. Смотри, улица весна, снега тает, птичка весенний, уже сегодня первый день прилетели. Grey Eye Jankos, ой, ветрыщий был, смотри, крышка с ведра сдул, блин, корма, блин, это самое, птичка, видишь, всякие разные вкусные, горох, они больше всего любят, протеин там, или как он называется. Ну, а еще, пацаны, сейчас, зачем пришли, это самое, тарелка, смотри, тарелка, видишь? Ой, красивый такой, прямо, прямо не советский, прямо буржуазный такой, смотри, какой элегантный, прямо, ой, бай, с подогревом, короче, если снег на него нападает, он сам включает подогрев и снег это самое, стапливает, короче. Это так временно, это такая, вчера такой ветер был, думаю, вообще унесет туда, на восток, не, с востока был ветер, всё, всё говно с востока, блин, нехороший такой был. Но я, знаешь, я мудрый джигит, я вот эту бочку, да, взял, две такой большой-большой братишки положил, чурки деревянные такие, чтобы бочка мощно стояла, исключительно мощно. Пацаны, знаешь, почему камера с замедлением работала? Потому что я сирену включал, вот так вот, ну, а если сирену не включаешь, вообще, блин, вообще, каждый секунду, чики-чики, всё работает. Вот теперь эта фигня, можно всё избавляться скоро, наверное. Ну, вот эти тарелки всякие, блин, будем тот тарелочка. Вот так вот, у нас теперь старлинки, блин, не так-то просто, не такие уж лыком шитые. Смотри, птичка красивый. Ой, красавица. Ну, и, конечно, я знаю, у вас будет ломка по этому подинформации. Короче, жил-был один страна. Большой-большой, огромный такой, от Москвы до самых морей. Народ там жил. Очень такой тупой и сыклявый. И его всегда имели прямо, как хочешь, в разных положениях. А народ ещё радовался и избирал себе таких вождей. Вообще исключительно таких говндонов, значит. И вот эти последние, значит, декады так жили хорошо припевающие. Барик херач, всё ворует. Говорит, ой, там кругом злодей. И там у злодеев дома покупает себе деньги, там хранит. Дети туда пихают, сами там жильё покупают. А этим лохам, короче, дулю. И у лохи сосут, сосут, а барик любит. Очень сильно любит. Потом барин говорит, знаешь чё, уже надоело, значит, быть царицей владыщей морской. Надо, говорит, пойти соседние государства захватывать. И побежали лохи, побежали радостно, ура. Говорит, за барина жрать трава будем. Он нас с коленей поднимал, тудим-сюдим. Ага. А соседи-то не чмошные. Раньше они бегали всякие чмошники. Не чмошные, слабые, слабые страны обижали. Потому что, сам знаешь, да, ссыкуны только любят это, щёблой собраться и слабых мочить. Чечня замочили, грузины дёргались, тудим-сюдим-сюдим, всякие маленькие страны. А тут побежали на более чуть-чуть крупные. И получили пятак, сильно получили пятак. И знаешь, чё? Вот это самое. Вот то, что вот эти ссыкуны всё там баринам давали, а барины по всему миру распихивали. А теперь вот эти чуваки, на которых они наехали, они говорят так, украинцы говорят, всё нахер. Вот эти деньги, всё, короче, надо конфисковывать, говорит, и нам в виде репатриации, говорит, выплачивать. И, короче, лохи опять отсасывают. Опять отсасывают. Получается, они работали, вот эти спецоперации, их не весь работали на воссталении Украины. Они всегда вот такую херню занимаются. Знаешь, Сталинграды расхерачат себе, блин, всё расхерачат всю страну, потому что с одной они связались. Потом радостно отстраивают. Ой, мы в перде, победа за нами, то-сё, блин, белых перебьём, красиво заживём. Вот теперь хохлов перебьют, ага, блин, да решили они так, знаешь, гении, блин, гении, чекистские. Такие ленинградские, из-под воротник, гопота, блин, ну, ага. И теперь всё их бабло туды, ну, вот так вот. Как, блин, не неандердальцы даже, а хер знает чё. Держите хвост с пистолетом, пацаны.